Библейский портал экзегет.ру представляет Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна, и сегодня мы будем изучать 13 главу. Она начинается словами «Перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Что значит праздник Пасхи? В Ветхозаветном понимании Пасха – это воспоминание о том, как Господь вывел еврейский народ из египетского рабства. Само еврейское слово «Пасха» – «Пейсах» – означает «перепрыгивать», «прыгать». Имеется в виду, что когда евреи праздновали Первую Пасху, то они косяки своих домов мазали кровью пасхального агнца. И когда ангел смерти проходил по Египту и умершлял всех первенцев, ангел смерти видел дома, косяки которых помазаны кровью, и он их перепрыгивал. И он заходил только в те дома, которые не были помазаны кровью пасхального агнца, и там умирал первенец. А праздник Пасха у евреев, как я уже вам объяснял, это семейный праздник, это не общественное богослужение, а это домашний праздник, который празднуют ночью. Готовятся к Пасхе в течение дня, а за ходом солнца уже садятся за стол. Что такое подготовка к Пасхе? Это уничтожение всего квасного, что может быть в доме. Квасное – это называется по-еврейски хамец. Оно символизирует собою как бы греховное брожение, чувств, настроений. Христос часто предупреждает своих учеников опасаться закваски фарисейской, садукейской закваски, закваски иродовой. Потому что всё, что заквашено, оно в неопределённом состоянии. А Пасху праздновали с опресноками. Ели только пресный хлеб по закону Моисееву. И пресный хлеб символизирует собой, что никакого брожения не происходит. И для верующего человека очень важно избегать посторонней закваски и пребывать в таком естественном пресном состоянии. Стол пасхальный – это от пола чуть-чуть, вот на несколько буквально сантиметров, такая приподнятая площадка. где-то вот такая. И люди вокруг этой площадки, они стелили ковры, там клали подушки, всякие пуфики, и они возлежали на этой трапезе. Причём они возлежали одетые. Мужчины с посохами в знак того, что они готовы совершить исход. И неважно, где они совершали, как бы, Пасху, там, в Иерусалиме или где-то ещё, вот эта готовность, как бы, встать и пойти, куда зовёт Господь, она проявлялась вот в таком внешнем виде, что все, как бы, были готовы покинуть это помещение. Во время Пасха прежде всего люди омывали руки. Омывали руки. Вот почему Христос потом говорит Петру, омытому нужно омыть ноги. Имеется в виду, ты омыл руки, но тебе надо омыть ноги. Омывание рук – это был такой обряд, когда бралась одна кружка с водою, и она лилась на одну руку, потом на другую, и весь остаток выливался на ту руку, с которой начинали омывание. И потом люди садились за стол, и обязательно на столе были горькие травы в память о том, как тяжело было евреям, когда они были в египетском рабстве. Это чеснок, лук, перец, и они должны были это есть так, чтобы показались слезы. В память о том, что евреям было тяжело в Египте. А потом делались всякие такие приправы коричневого цвета, которые напоминали ту глину, которую месили евреи, когда строили города, они изготавляли кирпичи, из этих кирпичей они строили города. Присутствовало вино, вино присутствовало за столом, и оно благословлялось несколько раз, как и благословлялись опресники. Несколько раз. И опресники маца, они клались тремя прослойками. Тремя прослойками в связи с тем, что за этот стол может прийти и сесть любой еврей, богатый, среднего достатка и бедный. И обязательно оставляли одно место пустым. И это пустое место оставлялось для пророка Ильи. И ставился стакан с вином, тарелка чистая, там все необходимое. Если порок Илья войдет в жилище, он сядет, выпьет вина, скажет лыхаем. И по закону Пейсаха старший член семьи возглавлял этот стол. Так как этот Пейсах в Тайной вечере совершала школа Иисуса Христа и Шива, то Христос, как глава школы, равен, Он сидел во главе этого стола. И рядом с Ним должен был сидеть самый младший. Мы видим Иоанна Богослова, что он возлежал на груди Христа. Это не потому, что он был там каким-то особым любимчиком, а это потому, что так было положено. Самый младший сидит рядом со старшим и во время обряда Пейсаха он должен задавать вопросы. Что это у нас происходит сегодня? И старший должен отвечать. Мы вспоминаем, что Господь рукою крепкой, мышцей простертой вывел нас из Египта. То есть, то, как это событие описывается у евангелистов, оно точно соответствует тому, как Моисей в закон предписывал праздновать Пасху и тому, как евреи всегда праздновали Пасху и как они празднуют до сих пор. До сих пор принято у евреев в Пасхальную ночь дверь оставлять открытой. То есть, ее не запирают. Чтобы пророк Илья, если он придет с небес, он мог бы зайти в любой дом и принять участие в этой трапезе. были элементы игры для детей, когда часть Моцы пряталась. Это могла быть одна пластинка. И какой-то момент дети ждали этого момента. Начинался поиск этой спрятанной Моцы. И кто из детей находил, тому все дарили сладости. Его приветствовали как победителя этого соревнования. Обязательно жарили вот этого пасхального агнца и обязательно подавали его на косточки, чтобы это вот мясо запеченное оно было на косточке. И это самый главный праздник в иудаизме как во времена Иисуса Христа, как до Христа, до Его воплощения и как это празднуется иудеями сейчас. И мы читаем, что перед праздником Пасхи Иисус зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу явил делом, что возлюбив своих сущих в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, то есть праздник начинался вечером, и надо было установить, что действительно наступил вечер. Устанавливали как дети забирались на кровлю дома, кровли были плоские, и они смотрели на небо, они ждали появления звезды. И если они видели одну звезду, им казалось, что они видят звезду, считалось, что одна звезда может померещиться. если они видели две звезды, считалось, что две звезды тоже могут померещиться. Но если они видели три звезды, это означало, что точно наступил вечер. И так как самые младшие этим занимались, созерцанием неба, то мы можем предположить, что Иоанн Богослов сидел на крыше, когда приближался этот вечер, и он сообщил, вечер наступил. Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Июде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, сняв себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Здесь мы видим, что Христос выполняет обязанности слуги. Ноги должен был омывать слуга или раб. Если в доме был раб, он выполнял эту обязанность, омывал ноги. И, конечно, для учеников это была неожиданность. Перед Пасхой Песохом они омывали руки и они готовы были омыть себе ноги сами в такой ситуации, где не было слуг. И, может быть, они думали, что надо омыть ноги Иисусу. Но Христос действует как бы на опережение. Он припоясался, влил воды в умывальницу и начинает омывать ноги своим ученикам. Влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» То есть Петр как бы говорит это «Я должен умывать твои ноги, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ «Что я делаю теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечал ему «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр услышав такие слова говорит ему «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Христос сказал «Если не омоют тебе ноги, не имеешь части со мною». Тут уже Петр ведет себя иначе. Он очень импульсивный человек, хотя он человек в возрасте, и он говорит «Не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему «Омытому нужно только ноги умыть». Здесь два возможных варианта. Омытому нужно только ноги умыть, ты омыл уже руки, тебе надо омыть только ноги, и ты сядешь за этот стол. есть другой вариант. Ты чист, ты уже как бы омыл свой внутренний мир словесами Евангелия, и теперь тебе надо омыть ноги, потому что ноги – это та наша часть, которая все время соприкасается с прахом земным. Скажем так, ноги – это самое такое слабое место, как есть такое понятие, Ахиллесово пита. И в Библии сказано, что змей будет жалить вас в питу. Это место наиболее приближено к земле, к праху, а так как апостолы должны будут отправиться на проповедь Евангелия, им надо омыть ноги, как прекрасны ноги благовествующих, сказано в Писании. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им». Вот видите, вот эта деталь, «одел одежду свою», потому что человек должен сидеть за столом, припоясанный, готовый выйти и совершить исход, то есть они в полной одежде сидели. Поэтому вот эти детали, они как раз подтверждают точность того, что там происходило. «Надел одежду свою, то возлегший опять сказал им», то есть они все там возлегали, поэтому не надо вспоминать тайную вечер Леонардо да Винчи, где они сидят за столом, это такая европейская фантазия. На самом деле они все возлежали. Что значит возлежали? То есть они значит опирались на вот эти пуфики, которые там были, и на этих коврах вот они возлежали одетые. Вокруг этого стола все семейство, вся община, и самый младший садился рядом со старшим. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Давайте посмотрим, какие есть истолкования. Ориген в своих комментариях на Евангелие от Иоанна пишет, «Как должного дела следует желать омовения телесных и чувственных ног братьев, совершая это в отношении верующих, достигших какой угодно степени в жизни или епископов и пресвитеров, которые, как кажется, достигли церковного превосходства или иных мерзких чинов, ибо потому и Владыка Христос пришел, чтобы омывать ноги верующего раба и родители ноги сына». Этот обычай уже либо не встречается, либо встречается весьма редко среди простых и негородских людей. Ориген говорит здесь о том, что омовение ног символизирует собою омовение телесных и чувственных моментов в жизни людей. То есть это как бы прекращает движение страсти и это омовение в котором нуждаются все и епископы, и пресвитеры, и дьяконы, и простые верующие, которым епископы должны омывать ноги. И вы знаете, что когда совершается служба на страстную седмицу, то есть чин омовения ног. И этот чин в каждой православной церкви, как правило, совершает патриарх. Садится группа священников и он должен омывать им ноги. Это специальный такой чин обрядовый он есть. Бета достопочтенный пишет «Господь наш сначала сделал дело, а потом начал учить, ибо давая пример доброго учителя, не учил ничему, кроме того, что делал сам». То есть прежде чем преподать словесное наставление, он действует как слуга, он омывает ноги. Ореген обращает внимание на то, что детям, имеется в виду маленькие дети, им ноги омывают родители, потому что дети маленькие, они едва ли справятся с этим делом. То есть родители отвечают за чувственный мир своих детей. и вот эта вода, омовение, она как бы охлаждает эти чувства, приводит их в некое равновесие. Собственно говоря, Давид учит в псалмах «Закон твой есть светильник для ноги моей». То есть ноги, они задают направление. И если закон светильник для ноги, человек не идет туда, куда ходить не надо. С этого начинается псалтырь. Не ходит, не стоит, не сидит. Помните, да? Блажен муж. который не ходит на совет нечестивых, не стоит с ними на их пути заодно и не сидит в собрании развратителей. Все эти действия тоже связаны с ногами. Не ходит, не стоит, не сидит. Поэтому мы всегда должны быть очень разборчивыми, особенно в вопросе с кем мы сидим вместе. И на тайной вечере это был серьезный вопрос, потому что там был один из них предатель. Давайте посмотрим интересное объяснение Амбросия Медиаланского. Он восклицает «Хочу и я умывать ноги братьев моих». Ведь Христос сказал, и вы должны умывать ноги друг другу. И Амбросий Медиаланский восклицает «Хочу и я умывать ноги братьев моих, хочу исполнять заповедь Господа, не хочу стыдиться презирать то, что прежде делал он сам. Таинство смирения, так он называет омовение ног, тем хорошо, что смывая чужую грязь, я смываю и собственную». Что это значит? Когда человек смывает чужую грязь, то есть помогает человеку очиститься, например, он пытается обелить человека, который был очернен лживыми словами, или это реальная грязь, которая имела в жизни человека, нравственная и моральная, надо помочь человеку от этого избавиться. и когда мы это делаем, мы смываем свою собственную грязь. А у каждого что-то такое есть. Мы же ходим по земле, мы же не летаем, как ангелы, и мы все время касаемся этого праха. Таинство смирения тем хорошо, что смывая чужую грязь, я смываю и собственную. Но не все оказались способны пить из этого таинства. Действительно, хотя хотел умыть ноги и Авраам, однако из чувства гостеприимства. Также и Гедеон хотел умыть ноги ангелу Господню, представшему перед ним, но собирался сделать это как услужение, не как деяние равного. Это великое таинство, которое никто не разумеет до конца. На самом деле, Христос преподал урок любви. Он сам говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы я послужил другим. И блаженный Августин в своем трактате на Евангелие Атеана пишет, такое делают в буквальном смысле братья, когда принимают гостей. Конечно же, лучше, чтобы это делалось руками и чтобы христианин не пренебрегал тем, что делал Христос. Ибо когда тело склоняется у ног брата, то чувство смирения возникает в самом сердце. Или, если оно там уже есть, оно утверждается, а кроме нравственного урока, разве не можем сказать, что брат способен изменить брата, очистив от грязи греха. Давайте исповедоваться друг другу в грехах, давайте молиться о наших грехах, так мы станем умывать ноги друг другу. То есть этот обряд, он имеет как бы фактическое выражение, такое обычай действительно существовал, и мы знаем, что Авраам омывал ноги гостям и другие праведные люди, но он имеет и символическое значение. Не бояться помогать другим людям избавиться от нравственной грязи. Потому что каждый из нас тоже чем-то запятнан. Мы не летаем, мы ходим по земле, и омытому надо омыть ноги. То есть мы призываемся к тому, чтобы этот прах отрести, то есть быть отрешенными от грехов и преступлений. И надо сказать, что некоторые общины Востока до сих пор они это практикуют, христианские общины Востока, и когда в гости к христианину приходит христианин, ему омывают ноги. Хозяин семейства христианского просто ставит таз и омывают ноги. И патриарх Авраам тому является примером. И он, оказывая такое гостеприимство всем, кто приходил, сподобился явлению ангелов, которые пришли к нему, и он тоже предложил им это омовение. Подобно мыслил и Лот, племянник Авраама, когда к нему пришли два ангела, он научился у Авраама гостеприимства, и он тоже готовился им омыть ноги. Итак, если я Господь и Учитель омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, то есть это больше пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно, говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. То есть, действительно, любое действие Христа – это урок для нас. А в православной традиции не требуется, например, в русской традиции там омывать ноги. Но проявлять смирение перед ближним необходимо. Ведь когда омывают ноги, на что обращают внимание отцы, склоняются перед тем, кому омывают ноги. Чаще это делалось так, человек становился на колени и в таком положении, преклоненном, он омывал ноги другому человеку. Он отирал их полотенцем и он мог целовать эти ноги. И когда чином омывение ног, мы видим, как это происходит, особенно в Иерусалиме это делается очень торжественно, на открытом пространстве перед храмом Гроба Господня. Далее Христос говорит «Не о всех вас говорю». То есть Он понимает, что не все способны так проявлять любовь. «Не о всех вас говорю». «Я знаю, которых избрал, но дозбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня питу свою». «Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это Я». Христос уже видит того, кто поднял на Господа питу свою. Но питу поднимают тогда, когда омывают ноги. И человек, чтобы более удобно было тому, кто омывает ноги, он приподнимает одну ногу другую. То есть Иуда, которому Христос тоже омыл ноги, он это делал с чувством гордости. Он мог думать, этот Иисус на коленях передо мною, и он с гордостью поднял питу свою. Если апостол Петр делает это с ужасом и сначала отказывается всячески, он говорит, не умоешь ног моих вовек. И когда священников приглашают на этот обряд, он совершается и в нашей церкви, патриархом мывает ноги, то священники очень волнуются. Они очень тщательно моют свои ноги дома. Они одевают новые носки, чистят обувь, чтобы не сунуть патриарху в лицо такую какую-то пахнущую ногу, скажем так. Это трепет для священников, потому что 12 священников, и кто-то из них выполняет не очень красивую роль. Но это традиция. Это традиция. Так вот, Иуда делал это, подставлял свои ноги с превозношением. Едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Христос, как Бог, Он сердцевидец. Он знает, что у человека на сердце. Он читает мысли человека. И мы читаем далее. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Почему именно здесь Он произносит эти слова? Потому что Он им омыл ноги для того, чтобы они шли по миру и благоествовали Евангелие. И кто будет принимать их, то есть пускать в жилище, тот будет принимать самого Христа. А кто таким образом принимает Христа, принимая его священнослужителей, он принимает того, который послал Христа в этот мир, то есть Бога Отца. И когда совершается чин освящения дома, квартиры, то там есть такие слова, что с приходом священнослужителей святые ангелы пришли в этот дом. Потому что действительно, когда мы принимаем священников в свое жилище, то это и присутствие Христа, когда мы принимаем, не просто вот сажаем за стол и кормим, а когда мы соглашаемся с тем словом евангельским, который приносят нам священнослужители. Мы соглашаемся не со священником, мы с самим Христом соглашаемся или спорим с Ним, с самим Богом Отцом, который послал Сына Своего в этот мир. Как и сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что Он дал Сына Своего единородного дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Христос возмутился духом. на самом деле, это означает, что Он воскорбел о том состоянии, в котором оказался Иуда. Это трагедия этого человека. Давайте посмотрим, что пишут отцы. Например, в каноне на Великий Четверг Косьма Маюмский, составивший канон, пишет Злоименитый Искариот, вольно забыв законную дружбу ногам, которые умыл, уготовал предательство. И твой, едя хлеб, тело божественное, поднялся хищной птицей на тебя, о, Христос, и не догадался возопить Господа, пойте дела и превозносите во все веки. Бессовестный принимал способ освобождения от греха тела и божественную кровь, наливаемую за мир, но не стыдился пив то, что продал по цене, о злобе не вознегодовал и возопить не догадался. Господа, пойте дела и превозносите во все веки. То есть Иуда мог воспользоваться всеми теми благами, которые мы имеем во Христе. Надо сказать прямо, что в богословии различаются такие понятия, как наставление вере и спасение. Наставление вере нам преподается церковью. Епископы, хранители веры и те пресвитеры, которым они перепоручают распространение веры. Но спасение проистекает от Бога. То есть мы священники, да, мы совершители таинств, но таинства совершаются Духом Святым. И совершитель всех таинств сам Христос. Церковь есть столпы утверждения истины. Она благовествует эту истину, но спасение всегда проистекает от Бога. И когда Христос возмутился Духом, Иоанн Златоуст пишет в своих гамильях на Евангелие от Иоанна, помыслив, что предатель лишился и того, и другого, и ничем этим не воспользуется, он опять возмутился Духом. То есть Христос помыслил о том, что предатель не воспользовался предоставленной ему возможности спастись. Да, ему омыли ноги, да, он причастился, но в него вошел дьявол. То есть происходит нечто противоположное всем действиям Христа, потому что внутреннее настроение Юды не соответствовало всем тем действиям, которые имели место на Тайной Вечере. Поэтому, когда мы читаем молитвы перед причастием, мы тоже испытываем страх. и мы произносим слова «Не лапзание ти дам яка июда, но яка разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, и да приидешь в царствие твоя». Итак, Христос говорит, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недумевая, о ком он говорит. Надо сказать прямо, что это сказано в осуждении апостолов. Они озирались друг на друга. То есть мы все время ищем слабое звено в нашей общине в любом деле. не задумываясь о том, что слабым звеном можем оказаться мы сами. И церковь призывает нас молиться. «Не лапзани тедам, яка и юда». То есть вместо того, чтобы им озираться друг на друга и недоумевать, каждый должен был посмотреть на себя. один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. А почему не сказано, что Иоанн? А потому что это Евангелие пишет Иоанн. И смотрите, как толкует Августин. «Это тот самый Иоанн, которому принадлежит это Евангелие, как Он Сам об этом позже говорит. Ибо прежде среди тех, кто уготавливал нам священные письмена, было принято, что когда кто-либо из них должен был сообщить нечто, относящееся к самому себе, Он говорит так, словно это относилось к другому. Автор таким образом помещал себя в повествование, чтобы быть описывающим происходящее событие, а не возвещающим о себе самом. Так же делал и Святой Матфей. Разве теряет что-либо истина, когда и события излагаются, и нет никакого хвостовства со стороны писателя. Итак, Иоанн Богослов не написал «Я, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Он пишет со смирением. Один из учеников его, он ставит себя в общий ряд со всеми, которого любил Иисус, не только его, один из учеников его, Иисус всех любил, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, вот о Петре он говорит, чтобы спросил, кто это, о котором говорит «Один из вас предаст меня». Петр делает знак Иоанну «Спроси, кто это?» Он, припав к груди Иисуса, сказал ему «Господи, кто это?» А действительно, а кто это? Это Петр, который трижды отречется от Христа. Это апостолы, которые все разбегутся, кроме Иоанна Богослова, которые с Девой Марией будут стоять под крестом. Но это и Юда. Поэтому каждый из них должен был обращаться к своему сердцу. И так как Иоанн задает этот вопрос Господу Иисусу, Иисус отвечал «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам и, обмакнув кусок, подал Июде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему «Купи, что нам нужно к празднику или чтобы дал что-нибудь нищим, он приняв кусок тот час вышел, а была ночь». А мы и так знаем, что была ночь. Это ночное событие, значит, вот эта ночь была где? В душе Иуды тьма и мрак. Беда этого человека заключается в том, что он жил интересами плоти. Святитель Иоанн Златоуст, толкуя слова, после сего куска вошел в него сатана, пишет «Итак, пусть никто не будет коварен, не преисполнится злобы, не держит яда в душе, чтобы не стать причастным осуждения, ибо и тогда, после принятия того подношения в Иуду вселился дьявол, презрев не тело владычнее, но презирая за бесстыдством Иуды, вселился в него, чтобы ты узнал, что в недостойно причащающихся божественных тайн, ибин именно в них постоянно вселяется и входит дьявол, как тогда в Иуду, ибо эти дары приносят пользу достойным, а приемлющих их вопреки достоинству подвергаются великому наказанию». Как же так? Тело Христово примите, источника бессмертного вкусити, Златоуст настаивает на том, что тот, кто приступает к этому таинству недостойно, в него вселяется дьявол. Как это понять? Кто недостойно причащается? А если человек причащается с мыслью, что он хочет избавиться от грехов, от греховной склонности, то Господь дает ему в причастие силы попалить грехи, склонность ко грехам. причащается собственно говоря, наличие греховных склонностей – это не препятствие для причастия, это причина, почему надо спешить причащаться. Потому что, как нас причащают? Во оставление грехов и в жизнь вечную. причастие – это и есть вечная жизнь. И если причастившийся сохранял бы это состояние и не терял бы этой благодати, то достаточно было бы одного причастия. Ну, вот я все время привожу пример Марии Египетской. Она один раз причастилась, ей на 40 лет хватило. Правда, потом потребовалось, чтобы еще ее причастили перед смертью. Недостойное причастие – это когда человек причащается, не рассуждая о теле и крови, пишет апостол Павел. То есть, он причащается, не рассуждая о теле и крови. Он причащается, потому что его уговорили причаститься, например. он причащается, не веря в силу крови Христа Иисуса, не созерцая очами веры в причастие тела Иисуса Христа. Вот в этом случае это оскорбление этого таинства, страшного таинства, и дьявол действительно может вселиться в такого человека. На этом по крайней мере настаивает Златоуст. И далее мы читаем «Когда он вышел, то есть, когда вышел Иуда, потому что в его душе была ночь, мрак, Иисус сказал, то есть, нету постороннего, и Господь начинает собеседовать о Своей славе. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в нем. Августин Блаженный пишет, «Нечестивый Иуда ушел, все чистые остались, остались с тем, кто очищает со Христом. Так будет, когда придет прекратиться побежденный Христом сей мир, и когда не останется среди народа Христова ни одного нечистого, когда плевелы будут отделены от пшеницы, когда праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Господь наш, зная об этом наперед, сказал об этом, когда удалился Иуда, словно уже отделились плевелы, и он, Христос, остался один с пшеницею святыми апостолами». Комментируя слова Христа, ныне прославился Сын Человеческий, Августин пишет, будто сказал, вот так будет при прославлении моем, где не будет ни одного нечистивца, и где не погибнет ни один праведник, и не сказано ныне дан знак прославления Сына Человеческого, но ныне прославился Сын Человеческий, подобно как не сказано камень обозначал Христа, но камень же был Христос. Писание часто говорит о том, что обозначает как об обозначаемом. И вот Господь использует слова «ныне прославился Сын Человеческий» для того, чтобы указать, что окончательное отделение от нечестивца и нахождение среди святых является предвосхищением Его прославления. Когда порочные люди будут отделены, и Он, Христос, вечно будет пребывать со Своими святыми. Вот почему Христос произносит эти слова ныне прославился Сын Человеческий, который как бы правильнее было бы отнести к Его, например, воскресению. А имеется в виду, что посторонних нету. Посторонний ушел в ночь с дьявола в душе и здесь только свои. Вы знаете, вот мы христиане православные, которые вот с советских времен ходим в храм, мы очень тоскуем о советских временах. Знаете почему? В церкви не было посторонних. В церковь ходили только верующие, которые подвергались преследованиям за то, что они ходят в церковь. В церкви трудно было увидеть молодежь, но те, которые настоящие верующие, молодые, они ходили. В церкви трудно было увидеть детей, но верующих детей приводили. Не было посторонних. А сейчас для некоторых людей показаться в храме, на праздники, сфотографироваться, засняться на камеру, посторонние как бы хлынули в храмы, когда это стало престижно и с точки зрения светской власти. Так вот, слава Христа – это его народ. Почему? Потому что святость, я вам объясняю неоднократно, по-еврейски, Кадыш, Кадушим означает отделенность. Святой на языке Библии – это отделенный от всего несвятого, посвященный, выделенный. И далее Христос говорит, если Бог прославился в нем, давайте прочитаем вместе 31-32. Когда он вышел, то есть Иуда, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Вот это о воскресении. Потому что в Писании говорится, что Бог воскресил Христа Иисуса. Но в то же время в Писании говорится, что Христос сам воскрес. И очевидно, это происходило действием Духа Святаго. Христос Бог отец воскрешает Сына, Сын восстает из гроба силой ипостасного божества, собственного божества, благодати Духа Святаго. Таким образом, воскресение – это как бы дело всей Троицы. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам теперь. Будете искать меня. Кому относятся эти слова? Ко всем нам верующим. Мы ищем Иисуса до сих пор. Мы ищем Иисуса в текстах Библии. Мы ищем Иисуса в событиях собственной жизни. Мы ищем Иисуса Христа в окружающей реальности, пытаясь распознать знамения времен. Мы ищем Иисуса везде, где можно, потому что мы не можем жить без Иисуса. Но в некоторых случаях мы точно знаем, где Иисус. Сказано, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди. Если два-три христианина собираются побеседовать об Иисусе Христе, Он присутствует среди них. Господь присутствует в святых дарах тела и крови. Таким образом, Он с нами во все дни до скончания века, как Он сказал перед Вознесением, сея с вами во все дни до скончания века, через изучение Евангелия, в святых дарах, в других таинствах Церкви, совершителем которых тоже является Христос. «Здесь Христос невидимо стоит приемле исповедания Твое». Помните молитву на исповеди? «Здесь Христос невидимо стоит приемле исповедания Твое». «Будете искать Меня». И далее Христос произносит очень важные слова, которые имеют для нас христиан неприходящее значение, неприходящую ценность. Заповедь новую даю вам. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот эта заповедь, исполнение ее показывает «Являемся ли мы учениками Христа или не являемся?» Апостол Павел пишет «Если между вами споры, одни говорят «я Павлов», другой говорит «я Аполосов», «я Аполосов». не плоски ли ли вы, если вы разделяетесь, раскалываетесь, не плоски ли ли вы? «Кто такой Павел?» пишет Павел. «Кто такой Аполос?» Любой священнослужитель самого высокого уровня, а кто он такой? И Павел пишет «Мы ничто, все Христос». Мы можем участвовать в действиях Христа, сеять Слово, но произрастание Слова, оно происходит только от Христа. И Блаженный Августин пишет «Но разве не было это уже заповедано в древнем законе Бога, где записано в книге Левит «Люби ближнего твоего как самого себя». Так «Почему Господом названо новым то, что, как выясняется, является столь древним? Не потому ли, что это новая заповедь, что Господь, сложив с нас ветхого человека, облачил в нового?» когда Господь сложил с нас ветхого человека и облачил в нового, в крещении, в таинстве крещения, в воде с нас совлекается ветхий человек, и мы облекаемся в нового, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Августин продолжает «Ведь обновляет слушающего, а вернее послушающегося не всякая любовь, но та, о которой Господь, чтобы отличить ее от любви плотской, добавил «Как я возлюбил вас». Вот этого нет в Ветхом Завете. «Как я возлюбил вас, так вы любите друг друга». Тогда люди не были способны к такому. Там было сказано «любите друг друга, а здесь как я возлюбил вас». Они это слышат и хранят не так, как любят друг друга нечестивцы, не так, как любят друг друга люди, подобно тому, потому что они люди и есть. нет. Нет, они должны любить друг друга как чадо Божье, как дети Всевышнего, как родные братья Его, единственного Сына Христа. Им должно любить друг друга той взаимной любовью, которой Он, Христос, возлюбил их, намереваясь отвести их к тому пределу, где им всего будет достаточно, где насытиться благами их желания. То есть таковых ожидает рай сладости. Итак, мы выясняем, что новизна этой заповеди заключается вот в этих словах, как Я возлюбил вас. Так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. А давайте вспомним, что любовь это страсть. Любовь это страсть. Как злость это страсть. Как ревность это страсть. Но здесь говорится о другой любви, о божественной любви. Вот человеческая любовь это всегда страсть. А божественная любовь сказано совокупное совершенство. Любовь есть совокупное совершенство. Вот такое определение дается божественной любви. Это другая любовь. И вот та любовь, которую Господь возлюбил нас, бесстрастная любовь, мы должны возлюбить так друг друга. И потому узнают все, говорит Христос, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, а если разделение, разлады, скандалы, расколы, это дурной признак. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною. Христос сказал ученикам, что приближается его час, и Петр хочет понять, куда собрался идти Христос. А куда идет Христос? Он идет на Голгофу. Он идет на Голгофу, начиная с рождения Вифлееми. И когда Петр однажды отговаривал его, да не будет с тобой такого, когда он говорит, что он будет распит, Христос решительно говорит Петру, отойди от меня, сатана, отойди от меня, сатана. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною. И Петр пошел за ним на свою Голгофу, когда во дни императора Нерона Петра приговорили казни на кресте в Риме. и Петр сказал, что он не достоин быть распятым, как был распит его учитель. И это показалось забавно римским солдатам, и они распяли апостола Петра вниз головой. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Он хочет умереть вместе с Иисусом. Но Петр, этот рыбак галилейский, он еще должен забросить сети евангельского благоествования и уловить Римскую империю. в эти сети. Как Златоуст пишет, кто вышел на проповедь, рыбаки закинули сеть евангельского благоествования и через некоторое время вся империя ловлена была в эту сеть. Пройдет всего несколько столетий и в IV веке римские императоры преклонятся перед знаком креста. Прежде всего император Константин, которому будет явлен знак креста как символ победы с надписью «Сим победишь». Иисус отвечал ему «Душу твою за меня положишь». То есть взойдешь на свою Голгофу. «Истина, истина, говорю тебе». А далее «Положишь душ твою за меня, но не теперь». «Истина, истина, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Да, как бы говорит Христос. «Ты положишь за меня душу, но не теперь». «Не теперь». «А прежде, чем пропоет петух, вот в эту ночь ты трижды отречешься от меня». Петр говорил «Все отрекутся, я не отрекусь». Но в Евангелиях сказано и другие говорили так же, то есть не только Петр, они проявили самомнение. А когда Христа взяли, все разбежались. И Петр действительно отрекся от своего божественного учителя. Блаженный Августин пишет, «Своё страстное желание Петр знал, но не знал, каковы его силы хвалиться силой своей, будучи слабым, а врачеватель, то есть Христос, узрел его нездоровье». Петр ещё плотской человек, он ещё не принял духа святаго. Пятидесятница впереди, когда он облечётся в силу Божию и будет открыто проповедовать. Августин продолжает, «Не сделаешь ли для меня то, что я ещё не сделал для тебя? Душу твою положишь за меня, сможешь идти впереди ты, кто не может идти следом теперь. Почему ты столь самонадеян? Что возомнил о себе? За кого себя принимаешь? Послушай же, кто ты есть, истинно, истинно говорю тебе, не пропоёт петух, как отречёшься от меня. Вот каким скоро ты узнаешь себя, ты говоришь великое и не знаешь, как ты мал. Ты обещаешь мне свою смерть, но трижды отречёшься от жизни, то есть от меня. Христос есть жизнь. Ты полагающий, будто способен умереть за меня. Научись прежде жить за себя, ибо боясь смерти плати, ты отдаёшь смерти твою душу. Как исповедание Христа жизнь, так отречение от Него смерть. Да, признала свой грех немощь Петра, всецело признала, слезами она немощь Петра показала, сколько зла он соделал, отрекшись от Христа. Нам же, когда об этом говорим, нет радости в том, чтобы обвинять первого из апостолов, но, глядя на него, мы должны учиться не полагаться на человеческие силы. В силу Божию апостолы обрекутся в день Святой Пятидесятницы. И мы перед лицом самых страшных гонений, которые впереди, ибо пророк Даниил пишет о последних временах, настанет время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди. Мы не должны проявлять самоуверенности. Мы не должны надеяться на свои силы. Мы кто-то и что-то во Христе и со Христом, и мы никто и ничто вне Христа. Итак, сегодня мы окончили изучение тринадцатой главы, и в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем с вами читать четырнадцатую главу этого удивительного Евангелия, Евангелия от Иоанна. Спаси Христос! 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 Продолжение следует...